Особенно тем, кто считает свое тело недостаточно крепким и здоровым, нужно ходить босиком. Основные точки вашего тела должны быть в контакте с Землей. Для того, кто выполняет духовную садену, в особенности в эти дни, на планете доступно нечто феноменальное. Намаскарам Садгуру, почему важно ходить босиком? И еще, есть ли дополнительные физические и духовные преимущества ходьбы босиком в дни Навалунья, на Амавасию и Шиваратри? Недавно говорили об этом, всего неделю или 10 дней назад. Была публикация «В связи со смертью Макбула Хусейна». Вы знали, что художник Макбул Хусейн умер? Итак, одно из своих последних интервью он дал знаменитой, известной телеведущей. Хусейн умер в Лондоне в возрасте 92 лет. До последнего дня он оставался очень активным и энергичным. Так в чем же секрет? Это интервью было взято всего за три месяца до его смерти. Его спросили, «В чем секрет вашего долголетия энергичности и здоровья?» Он ответил, «Только две вещи — меньше есть и ходить босиком». Вы знали, что у него были проблемы. Ему не разрешали входить босиком в некоторые элитные клубы, а он всегда настаивал, что ходит только босиком. Так что он дал свой рецепт, «Как жить долго и быть здоровым?» «Меньше есть, ходить босиком». Было очень забавно слушать, как он говорит об этом. Как раз сейчас в Соединенных Штатах становится очень популярной новая линия обуви, которая называется «Боса-обувь». Такая обувь сделана с очень тонкой подошвой по форме ступней из особого синтетического материала. Так что кажется, будто идешь босиком, а не на толстой подошве. Почти как босиком. Обувь для бега, альпинизма, обычная обувь для ходьбы — все эти виды есть в линии «Боса-обувь». Хорошо, что вы задали этот вопрос именно сейчас. Так в чем же значимость ходьбы босиком? Особенно тем, кто считает свое тело недостаточно крепким, недостаточно здоровым. Если ваше тело постоянно вас беспокоит, вам следует ходить босиком. Будет здорово, если вы сможете и ползать по земле. Я имею в виду еще больший контакт с землей. Вот почему мы простираемся всем телом. Как вы думаете, с какой целью люди окунаются в пруд на территории храма, а затем идут в храм и простираются на полу? В таком случае все ваше тело вступает в контакт. Вот что означает «саштанга». Основные точки вашего тела должны быть в контакте с землей. Для тех, кто выполняет духовную садхану, особенно в дни новолуния, шваратри, амавасья и следующий день после амавасьи. То, что становится доступным на планете в эти три дня, феноменально. И это также напоминание для вас усилит свою садхану, чтобы не упустить те возможности, которые становятся доступными в эти дни. Так что в эти дни нужно ходить босиком. Полезно ходить босиком каждый день, но в эти три дня есть особое преимущество, важное не только для физического здоровья, но и для духовного благополучия, а также для создания необходимого потока в вашей системе для восходящего движения энергии. Вы не можете обрезать свои ноги. Так что просто снимите обувь на эти три дня. Для вас это будет полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok